МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теоретическое неумешательство. В Днепропетровской области острая нехватка врачей. Куда и почему бегут эскулапы? Что раскопали? В Тернополе проводят масштабную реконструкцию. Чем находки удивили археологов? Кровавый теракт в столице Афганистана, Кабуле. Смертники напали на отель Интерконтиненталь. В результате атаки, по подтвержденным данным, погибли не менее 18 человек. 14 из них иностранцы. В том числе и граждане Украины. Они работали в украинской авиакомпании, которая занималась перевозками в Афганистане. Телеканал BBC со ссылкой на местную полицию сообщил о 9 погибших украинцах. В то же время в МИДе подтверждают смерть только шестерых. Говорят, консул сейчас уточняет данные на месте. Подробности теракта в нашем материале. Вооруженные боевики ворвались в отель Интерконтиненталь в Кабуле и открыли огонь по охранникам. Остальным людям приказали лечь на пол. Тех, кто в панике пытался убежать, расстреливали на месте. После этого прогремел первый взрыв. Сначала я услышал несколько выстрелов. Спустя пару минут подошел рабочий из Интерконтиненталя и сказал, что в нашем отеле террористы-смертники. В момент нападения в гостинице находились люди, которые приехали на конференцию, посвященную информационным технологиям. Вскоре стало известно, всех постояльцев и персонал удерживают в качестве заложников. Афганские силовики прибыли на место происшествия через считанные минуты. Начался бой. Террористы стреляли по военным и постояльцам, а также взрывали гранаты. Позже в здании вспыхнул пожар. В панике люди даже прыгали из окон. Мохаммед один из тех, кто смог выбраться из смертельной ловушки. Я был на шестом этаже, когда там все загорелось. Мой сосед по комнате сказал, что мы либо сгорим, либо прыгаем. У меня была простыня, и я привязал ее к балкону. Попытался спуститься, но руки были недостаточно сильными. Поэтому я просто полетел вниз с уровня пятого этажа и повредил плечо и ногу. Среди погибших есть и украинцы. Причем количество жертв, в том числе и среди наших соотечественников, может увеличиться, допускают в МИДе. За новой информацией мы сообщаем про шесть загибших граждан Украины в результате террористического нападения на готель в Кабуле. Консул вылетает до Кабула. Там, в связи с компетентными органами, будут уточнены детали и выполнены все функции, задачи, которые должен выполнить в такой ситуации консул. Осада продолжалась 18 часов. Военные смогли вывезти в безопасное место большинство постояльцев отеля. Удалось спасти 126 человек, в том числе 40 иностранцев. Афганские силовики заявили, что уничтожили всех пятерых нападавших. Отель «Интерконтиненталь» террористы атаковали уже не первый раз. В июне 2011 года 9 нападавших ворвались в здание. Погибли 12 человек. Ответственность за нападение тогда, как и в этот раз, взяло на себя радикальное движение «Талибан». Александр Просяник, Наталья Шумакова. Подробности телеканал «Интер». Дракой закончился протест в одном из спальных районов Киева. Жители Оболонска и Подольского районов вышли на акцию против строительства высотки на территории местного парка. Люди жаловались, что многоэтажку с паркингом решили строить на месте, где раньше работал институт клора. И там якобы остались его подземные емкости. Официальных документов, по словам протестующих, застройщики не показали. Поэтому активисты на несколько часов перекрыли движение транспорта. Затем появились представители националистических движений «Азов» и «Си-14». В результате возникла потасовка с охранниками стройки. Пострадал по меньшей мере один из них. В полиции ситуацию не комментируют. Боевики обстреляли автобус с мирными жителями на Донбассе. Один человек погиб, еще один ранен. Это произошло в пункте пропуска Еленовка на временно неподконтрольной территории. В то же время по оппозициям украинских военных противник с начала суток огонь еще не открывал. О причинах затишье. Руслан Смещук с передовой. Передовые позиции за Попасной. Сейчас здесь сплошная грязь и большие лужи. На Донбассе сильно задождило. Везде распутятся. И добраться до передовых позиций часто можно только вот так вот на броне. А простой лековой транспорт туда просто не пройдет. Завязнет. Здесь до позиций боевиков около километра. Поэтому они используют только крупнокалиберное оружие. У военных тоже есть чем ответить. Впрочем, из-за очередного перемирия украинское оружие пока молчит. Прямая наводка сейчас стоит на них. Прямо сейчас. Патрон к патроннику всегда готовят к бою. Последние несколько суток активность боевых действий тут значительно уменьшилась. Причина резкие перепады погоды. От леденящего стекного ветра и в юг до почти теплых весенних дождей, из-за которых на позициях образуется жидкая глина. Впрочем, расслабляться. Тут, как и в других точках зоны АТО, сейчас работают снайперы. Используют тяжелые крупнокалиберные винтовки. От попадания из них даже бронежилет не спасет. На других участках фронта тоже временная затишья. Плохая погода, как оказалось, лучший гарант соблюдения противникам минских соглашений и режима тишины. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. В Днепропетровской области накануне Дня Соборности открыли мемориал «Защитник Украины». Установили его на центральной площади Никополя. Инициаторами создания скульптуры стали участники АТОМ. Памятник состоит из глыбы, на которой изображена карта нашей страны и фигура бронзового солдата, защитника Украины. За время проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 33 бойца из Никополя. Во время открытия мемориала присутствующие почтили их память минутой молчания. Британский подросток получил доступ к планам разведоперации США в Афганистане и Иране. Кейн Гэмбл прямо из своего дома заходил в личные рабочие учетные записи руководителей ЦРУ и ФБР. Парень смог убедить всех, что он, Джон Брэннан, это в то время был директор ЦРУ. Среди похищенных подростком секретных данных сведения о 20 тысячах сотрудников ФБР. Позже Кейн обнародовал полученную информацию в Твиттере и Викиликс. Он уже признал себя виновным по 10 пунктам обвинения. Нет денег на проезд. Президент США может не полететь в Довоз на международный экономический форум. В Америке начался так называемый шатдаун. Это ситуация, когда госструктуры временно прекращают работу из-за отсутствия финансирования. В Штатах, напомню, не смогли утвердить бюджет. Пришлось закрыть даже статую свободы. А если до завтра Сенат не проголосует за государственную смету, сотни тысяч бюджетников уйдут в отпуск за свой счет. Похоже, так называемый шатдаун США может повлиять на ситуацию не только в Америке. Из-за того, что работа всех госструктур парализована, запланированный визит американского лидера на всемирный экономический форум в Довосе может не состояться. Насколько я понимаю, и как мы обговорили ранее, президент не поедет во Флориду, и мы рассматриваем поездку в Довос с точки зрения ситуации, которая меняется каждый день, учитывая и позицию президента, и позицию правительства. Раньше в СМИ анонсировали, что на масштабный форум Швейцарии Трамп приедет со свитой из министров и советников. Там они планировали обсуждать острые вопросы мировой политики. На полях форума на одном из официальных мероприятий была запланирована встреча Трампа и с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом в подробностях недели заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Конечно, президент будет общаться с Трампом. Я с Тилерсоном буду более детально разговаривать в Париже. Самая такая идея и запланована, оскільки американская делегация будет пребываться не очень долго там. Но запланованы другие встречи. Я знаю, что у президента там их около 20. А Петр Порошенко будет общаться с Трампом на едином или в формате какой-то общей встречи? Нет, ну слушайте, ну а про что можно разговаривать в формате какой-то спільной встречи? Ну, звичайно, они будут разговаривать как два президента. Ну, какой сенс обговоривать вопросы, в том числе и очень сильные вопросы в формате какого-то очень загального. Теперь же, как оказалось, эта встреча тоже под вопросом. Напомню, форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января. Главной темой встречи станет четвертая промышленная революция. Но вчера в США прекратили финансировать госучреждения. Республиканцы и демократы не пришли к согласию в ключевых вопросах бюджета. Ситуация может грозить стране миллиардными потерями. Инна Томина, подробности, телеканал Интер. Медицина без медиков. В Никополе массово увольняются хирурги. Катастрофически не хватает и других специалистов. В городской больнице говорят, в условиях кадрового голода работают уже не первый год. Как проводят операции и можно ли вернуть врачей, выясняли наши корреспонденты. В городской больнице Никополя по собственному желанию увольняются хирурги. На дежурство выходит всего один специалист вместо четырех. А ассистенты анестезиологов вообще на расхват. Об этом в фейсбуке написал Роман Авдеенко, фельдшер скорой помощи. Говорит, в последний месяц машина не от ложки работает как такси для анестезиологов. Возит их на операции с одного отделения в другое. Мы столкнулись с транспортировкой анестезисток из реанимационного отделения 1-й горбольницы. Гинекологическое отделение, это же самые больницы, они находятся в разных частях города. Как ни крути, все равно 5-10 минут потребуется на то, чтобы нам забрать анестезистку и доставить ее туда. В городской больнице о дефиците кадров говорят неохотно. Хирурги и вовсе. Каждый сам за себя. Вот вы мне сейчас даете компрометирующий вопрос. Я же не заведующий отделением. В основной согласен. Я обычный ургентный хирург, выполняющий свои обязанности. Который прекрасно понимает, что я за это получаю адекватный заработной плат, работаю в нормальном графике. Заведующего хирургическим отделением мы застали в операционной. Но и в одной комнате с главврачом он был неразговорчив. У нас нет возможности оказывать оперативное решение. Оказывается. Ну, так а что, вот об этом и скажи. Ничего. Но не на камеру завхирургии все же обмолвился. Персонала не хватает. Сейчас хирурги работают в напряженном графике. По словам главврача Елены Соломахи, Никопольская больница обслуживает около 140 тысяч населения. Ежедневно в хирургии обращается до 10 человек. Из 13 необходимых сотрудников в отделении работают 9. И это с учетом тех, кто по совместительству их вызывает лишь на дежурство. Утверждает, специалисты уволились не вчера. Заставить их остаться не могут, так как предложить нечего. Кроме зарплаты от 3 до 6 тысяч гривен. По нашему лечебному учреждению года два. Как получилась такая проблема в малых городах. Наверное, еще какие-то вводить стимулы для того, чтобы молодежь сюда ехала. Будь то жилье, будь то еще какие-то дополнительные стимулы. То есть, наверное, только это поможет решить эту проблему. По словам главврача, проблемы с кадрами не только в Никопольской больнице. Из года в год все больше врачей практически во всех регионах страны уезжают туда, где их труд оплачивается достойно. Елена Монарек, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область. 11 миллионов гривен на реставрацию в Закарпатской области начнут восстанавливать Невицкий замок. Это одна из самых популярных достопримечательностей среди туристов. Но при этом и самая аварийная. Откуда взяли деньги на ремонт и поможет ли это изменить ситуацию, разбиралась Марина Коваль. Невицкий замок считают одним из самых романтических мест в области. Он расположен на горе в 12 километрах от Ужгорода. С вершины открываются прекрасные виды на долину реки Уж. Замок имеет свою ауру. Он дыхает этим средневищем. И чувствительные люди это чувствуют. Его построили в 13 веке. А после очередного разрушения в 1644 году уже не восстанавливали. Не пощадило строение и время. И теперь при входе висит огромный плакат. Замок в аварийном состоянии находится здесь опасно. Но эта информация не пугает туристов. Нас в целом такие вещи не запоминают. Все плется потроху все. Это чуть-чуть пометно. Основные наверху эти опоры. Ну, там вот, боюсь, не знаю, вот этот дах, вот эта вишка донжон, то мне кажется, что он скоро все эти деревьяные крепления просто возьмут и развалятся. Проблемных дуже багато ділянок. Там при входе в замок стінка завалюється. Опорные стінки, конфорсы, что туда идуть на захід, тоже в аварийном состоянии. Обовязково их треба реставрувати для того, чтобы укрепить замкову стіну. И те ділянки, где камень просто обвалюється. Ну, прикривый падок. Ну, біля семи-десяти років тому вот арка тут завалилась. От полного разрушения замок удалось спасти благодаря усилиям историка-энтузиаста Александра Дзембаса. За время независимости Украины бюджетных денег на сохранение замка не выделяли. Историк каждое лето организовывал волонтерские команды. Они расчистили стены, ров собрали обвалившиеся камни. Тут 20 років працювали волонтери, працювали діти, працювали школярі, студенти, волонтери. І всього світу приїжджали сюди і допомагали нам. І 5 тисяч чоловік було. Багато було зроблено. В облгосадміністрації, говорят, долгі годи замок був без хозяина. Потім суд отдав його Кам'яніцькому сільсовету. І тільки в прошлом году його удалось передати ведення обладміністрації. Тоді сразу же подали заявку на конкурс реставрації в Минрегіонстрой. І победили. До конца марта цього року должны выделити більше 11 мільйонів гривень. Реставраційні роботи обіщають почати вже літом. День гвати тільки на консервацію руін. Але Олександр Дзембас мечтає, що коли-то найдуться гроші і на полне восстановлення. Марина Кова, Юрій Ковалєв, подробності, телеканал «Интер», Закарпатська область. Масштабну реконструкцію проводять і в Тернополі. Там археологи зробили сенсатонні нахідки, які допомогуть місту привлечі туристів. Що именно нашли учені, розповіють наші корреспонденти. Справа і ззаді від мене залишки оборонної стіни міста Тернополя. Її товщина 3 метри. Висота сягала якраз вершини цоколя замкового палацю. Та вона ще була вища метрів на 3-4. Що було за стіною? Ну, поки що не знаємо відповіді, треба копати. Ці розвалини Тернопільського замка, построеного в 16 векі, нашли прямо в центрі современого Тернополя. За реконструкцію взялись літом прошлого року і почали з розкопок. Те, що археологам вже вдалося знайти, їх дуже дивило. На південно-західному куті замку ми прослежили тротуар 19-го століття. Але поверх того тротуару ми знайшли тропійську керамику. За всіма правилами, за всіма канонами, і навіть логічно, вона б мала йти під тією вимусткою і значно глибше. А вона була поверх. Така археологічна загадка поставила в тупик учених, але вона оказалась не єдинственной. Ми знайшли культурний шар неруханий черняхівської культури 3-4 століття нашої еры. Звідки тут культурний шар черняхівської культури? Я займаюся черняхівською культурою. Коли колега дзвонив і каже, отакі речі, пожартували, каже, ну що ж, відкриття завжди має бути якесь. Археологи предполагають, це могла бути крепость черняхівської культуры. К слову, по всій країні їх сьогодні всього три, і все на юге. Раскопки привели ученых к виводу, що Тернопіль намного старше, чем считалось раніше. Археологи уверенны, речі йдет як мінімум о нескольких веках. Эти сенсационні нахідки, кажуть в м'ярії, стануть хорошим допомінням к новому історичному образу міста. Відтворення історичного обличчя Тернополя має декілька таких фаз. Перед усім нас цікава реконструкція замку, Тернопільського замку, створення на його базі, або музейного установу, або виставкової залу. Масштабная реконструкція коснется почти всей центральной части. На це уйдет не мене 10 лет і нескільки десятків мільйонів гривень. В городському бюджете таких средств нет, але чиновники рассчитывают на помощь Європейського Союзу. Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал «Интер», Тернопіль. Франція екстренно созывається в безон из-за ситуации в Сирії. Встреча состоїться уже завтра. Об этом сообщил глава Министерства иностранних дел Франції на своей странице в Твиттере. Он требует прекратить агоний, обеспечить гуманитарный доступ. Второй день в Сирії продолжается операция Турции против курдских формирований. Сегодня местные СМИ сообщили, что турецкие танки вошли в сирийский город Африн и начали масштабную операцию. Силу Курдов отходят вглубь страны. Интрига до последней секунды. Немецкие социал-демократы все же проголосовали за создание Большой коалиции с христианскими демократами. За высказались 362 делегата против 279. Причем голосовали дважды. Все подробности у Татьяны Лагуновой. Перед зданием, где проходит партийный съезд, акция протеста. Это последняя попытка противников Большой коалиции убедить делегатов сказать «нет». Что нам дает эта Большая коалиция? Мы просто как стремена для христианских демократов, чтобы они смогли взобраться на лошадь власти. Лучше уйти в оппозицию и там реализовывать свои идеи. Решения, впрочем, принимают не митингующие, а избранные члены партии, 600 делегатов от всех земель Германии и руководство политсилы. Этот внеочередной съезд социал-демократов был еще одним из самых важных и непредсказуемых в истории партии. Решалось политическое будущее страны. Есть ли шанс, что в Германии наконец появится новое правительство или все-таки придется проводить досрочные парламентские выборы. Но результат голосования был полностью открыт. Последнюю попытку убедить однопартийцев предпринял лидер партии Мартин Шульц. Призывал, объяснял и просил почти час. Как вы знаете, ранее мы были настроены на уход в оппозицию. И я пойму каждого в этом зале, кто спросит, а почему Шульц призывает к другому. Поверьте, мне не было легко, нам не было легко. Но после просьбы президента помочь в этой сложной ситуации, я как социал-демократ ни минуты не сомневался. Мы должны как минимум посмотреть, что можно сделать для улучшения жизни людей в Германии и в Европе. Шульцу делегаты аплодировали, но куда громче его главному оппоненту и противнику большой коалиции Кевину Кюнерту. Чтобы сегодня не случилось, это не станет концом истории и партии. Но это может стать началом новой истории, которую мы напишем вместе. Давайте не бояться. Давайте сегодня станем карликом, чтобы в будущем снова стать великаном. Голосовали поднятием руки и дважды при первой попытке, кого больше, сторонников или противников, визуально определить не получилось. Поэтому пришлось голосовать еще раз и считать. И вот результат с небольшим перевесом победили сторонники коалиции. А это значит, что уже завтра социал-демократы могут приступить к переговорам с христианскими. Путь к формированию нового правительства открыт. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Брюсселе неделя кино стран восточного партнерства. Основная часть фильмов от украинских режиссеров. Что именно показывают и кому интересно украинское кино, расскажет Елена Абрамович. Бозар. Культурное сердце Брюсселя. Тут и театр, и кинофестивали, и выставки, и мероприятия от королевской семьи Бельгии. На неделю тут поселилось украинское кино. Открылся фестиваль картиной Сергея Параджанова «Тени забытых предков». А дальше были фильмы о современной Украине, о любви и первая украинская фэнтези «Стражевая застава». Была представлена и классика украинского кино, для того, чтобы показать, что украинское кино имеет определенный тягость там в часе. И потом показать основные тренды украинских фильмов сейчас. На самом деле, как глядач, хочу вам сказать, что приятно. Видите, что каждый из направлений в украинском кино на сегодняшний день представлен. Это говорит о том, что мы кинодержавой. Среди зрителей и представителей украинской диаспоры немало бельгийцев, любителей фестивального кино. Депутату Европарламента Ребекки Хармс больше всего понравилось кино Марину Степанской «Стримглав». Кстати, сегодня этот фильм получил приз зрительских симпатий на французском фестивале «Анже». Мне кажется, режиссеру удалось очень близко показать нам, жителям Запада, украинцев, молодых людей, их повседневную жизнь, проблемы, страхи и желания. Мне очень понравилось это кино. Закрылась украинская часть кинофестиваля документальным фильмом о кинорежиссере из Крыма Олеге Сенсове, который в России получил 20 лет тюрьмы за свою проукраинскую позицию. Вы себе считаете украинским кинорежиссером? Ну да, гражданин Украины. Фильм о Сенсове – один из методов борьбы за его освобождение, объяснили родственники, которые тоже приехали на этот показ. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Спасти Айну, брошенную на обочине больную овчарку, у которой отказали задние лапы, подобрали и выходили в Центре спасения животных Добрый дом Фельдман Экопарк. Айну в буквальном смысле слова поставили на ноги, нашли для овчарки и новых хозяев. Забрать ее согласилась семья из Киевской области. Но помимо Айны, есть еще сотни брошенных больных животных, ради спасения которых волонтеры объединяют свои усилия. Айну подобрали волонтеры на окружной дороге. Овчарка, у которой не двигались задние лапы, лежала в куче листьев на обочине. Когда Айна заметила людей, она от радости просто начала бежать на своих двух передних лапах. Она не плакала, не скулила. Она начала прижиматься к ногам с глазами благодарности. Люди, естественно, заметили, что есть травма. Предположили, что ее сбила машина. Собаке дали имя Айна. Определили, что примерно ей 5 лет. Для овчарки это уже солидный возраст. Отсюда и проблемы с позвоночником. На рентгене мы выявили то, что диски стираются, хрящи стираются междисковые. Это называется остеохондроз. Это возрастные изменения, которые происходят с животными в связи с породой, с возрастом и с плохим уходом за животным перед этим. Чтобы овчарка могла передвигаться из подручных средств, пластиковых трубочек и ремней, волонтеры соорудили Айне коляску. Теперь она может гулять и радоваться первому снегу. За три месяца, проведенных в экопарке, Айну подлечили, и она, похоже, впервые узнала, что такое человеческая ласка. Умная собака отвечает тем же. Привязалась к людям и даже котятам, живущим по соседству. Вот она живет в медпункте, и там с ней 30 котен. И вот она тоже за ними заботится. Начинает их вылизывать. Причем это так смешно. Она это делает, клацая зубами. Пасть большая, там котенок помещается в этой пасть. И вот она его вылизывает, котенок весь в слюнях. Она любит все, что любят кошки. Она с ними живет, и уже привыкла, что вот так вот проявляется человеческая ласка. Недавно к Ане стали приводить детей с особыми потребностями на реабилитацию. Можно ее вот так. Айнечка с вами тоже здоровая. Это видите? Облизывает. В больницу ее возили, ее лечат потихонечку. Такое общение, говорит психолог, на пользу и детям, и самой Айне. Видя, наблюдая за ребятами, как они стараются понравиться ей, как они стараются обогнать друг друга, кому же она первому подойдет. Это все отражается на Ане очень положительно. И вот на сегодняшний день мы видим ее уже благополучное состояние, ее уже открытость и любовь к избранным ею людей. Айна не единственная, кому нужна помощь. Сотрудники Фельдман Экопарка прикладывают немало усилий, чтобы помогать бездомным животным. Благодаря им у Айны появился шанс на выздоровление. Более того, все эти месяцы в Экопарке для овчарки искали новых хозяев. И они уже нашлись. Теперь у Айны будет новый дом. Сам же центр реабилитации диких, экзотических и домашних животных, Добрый дом Фельдман Экопарк, в прошлом году стал всеукраинским. Здесь открыли горячую линию. И уже смогли спасти около 22 тысяч животных. Для 18 тысяч бездомных домашних любимцев волонтеры нашли новый дом. Спасли также 4 тысячи попавших в беду диких зверей. Андрей Кровец, Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Зачем японцам робот-спортсмен? Какой фильм признали лучшим в этом году? И чем удивляют нам мировом чемпионате авторского мороженого? Об этом и не только в нашем обзоре. Сжечь Трампа сотни людей пришли к американскому посольству в мексиканской столице, чтобы высказать свое недовольство миграционной политикой президента США. Ее называют ксенофобской и расистской. Посреди улицы демонстранты избили, а затем сожгли фигуру Дональда Трампа. Говорят, из-за его решений страдают иммигранты. Ранее американский лидер заявил, что Мексика самая опасная страна в мире. И США нужно обезопасить свои южные границы. Робота-спортсмена создали ученые из Токийского университета. Он может приседать, отжиматься и делать другие упражнения посложнее. Все благодаря структуре, имитирующей человеческое тело. У робота есть такие же скелет и мышцы. Он даже может потеть. Японские ученые занимаются такими роботами с 2001 года. Этот образец самый совершенный. Он поможет лучше понять механизмы движений человека, а также, как их контролируют нейроны. Напечатанная на 3D-принтере ракета успешно вышла на орбиту. Американская компания Rocket Lab запустила ее с космодрома в Новой Зеландии. Ракета-носитель «Электрон» доставила в космос три спутника для коммерческих заказчиков. Это первый космический корабль, созданный 3D-принтером. Главное его назначение – перевозить небольшие спутники и мелкие грузы. Весом до 225 килограмм. Лучший фильм прошлого года «Форма воды» – так решила гильдия продюсеров США. Это фэнтезийная мелодрама о любви человека-амфибии и немой уборщицы, которая работает в лаборатории. Кинолента мексиканского режиссера Гильермо Дель Торо уже удостоилась наград на Венецианском кинофестивале и «Золотом глобусе». Впервые фильм показали в августе прошлого года. В Италии мировой чемпионат по изготовлению фирменного «Джелатто» 12 команд кондитеров со всего земного шара привезли на соревнования свои рецепты десертов в город Ремини. Сотни посетителей приехали отведать изготовленные ими сладости. Пробовать здесь можно все – и мороженое, и выпечку, и другие авторские десерты. Этот конкурс проводят в Италии уже восьмой раз. Украинская команда впервые принимает в нем участие. Победители выберут в последний день чемпионата – 23 января. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности Юэй, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова